Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, надёжная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка — это принципиальные, базовые условия развития России как правового суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль. Сегодня на ежегодной коллегии ведомства Вы будете обсуждать результаты работы за 2022 год. С учётом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, определим и приоритеты на ближайшее будущее. Сразу отмечу, что в год 300-летия Российской прокуратуры Вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав. Расширилась важная и востребованная практика личного приёма граждан. Причём, как и ранее, контроль за решением наиболее значимых вопросов осуществлял и генеральный прокурор. И, уважаемый Игорь Викторович, прошу Вас такую практику, безусловно, продолжать и в будущем. Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом в противодействии криминалу и коррупции. И, конечно, особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать всё, чтобы она была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае, отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают. Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия. Точно так же оперативно и в полном объёме они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших, наших товарищей, всю необходимую поддержку. Прошу здесь плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти. Далее. Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Серсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров. Обстановка в этих регионах остаётся, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счёт опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан. Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству. Таких людей там достаточно. Уважаемые участники коллегии! Говоря о задачах предстоящего периода, отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия. При этом ваша прямая обязанность – осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики. Эффективно использовать здесь предоставленные на вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате пенсии и социальных пособий, особенно направляемых на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей. Эти адресные инструменты должны быть действенными на всех уровнях. На прошлой коллегии было поручение руководства прокуратуры создать систему надзора за соблюдением законности при реализации меры поддержки граждан и основных социально ориентированных программ. И сегодня прошу отдельно остановиться, доложить, что сделано для решения этой задачи. Самое серьёзное внимание прокурору должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами. Не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильём детей-сирот. В том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации. Да, ситуация, она непростая, связана с экономикой в каждом регионе. Мы прекрасно это понимаем. Но есть вещи абсолютно недопустимые и, прямо скажем, выпиющие. На бюрократические издевательства над людьми и на прямое нарушение закона нужно быстро реагировать. Отмечу и то, что преступлений против детей и подростков меньше не становится, к сожалению, в том числе тяжких и особо тяжких. И ваша задача адекватно реагировать на такую ситуацию. Уважаемые коллеги, как уже отмечал, в последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. Все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы. И важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. Вот на все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним – расширением экономических свобод. Конечно, всё должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, я прошу вас её настроить. Вы знаете, что в послании была поставлена задача вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Рассчитываю здесь на содержательную работу и предложения со стороны Генеральной прокуратуры. При этом важно строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел, а также за соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании меры пресечения – это ваша прямая обязанность на начальной стадии уголовного судопроизводства. Жду от вас большей отдачи на таком важном участке, как борьба с преступностью и коррупцией. Прокуратура – главный координатор правоохранительных органов в этой работе. И нужно продолжать вести её системно и последовательно. Так, благодаря принятым мерам за последние три года повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. И нужно стремиться сохранить эту позитивную динамику. Принципиально и жёстко прокуроры должны бороться со взяточничеством разного рода коррупционными схемами. И особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса. Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения. Прежде всего, за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции, необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. За чёткой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов. Их мы выделяем в достаточном объёме, их много. Мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом. Кроме того, прокуроры должны вести надзорные сопровождения модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивание мощности для выпуска дополнительного объёма вооружений. А работа здесь идёт масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем, но то, что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно. Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму. Это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллеге ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. И, разумеется, нельзя снижать, ослаблять внимание к таким важным задачам прокуратуры, как поддержание гособвинения в судах, охрана окружающей среды, надзор за соблюдением прав осуждённых. Завершая, хочу поблагодарить прокуроров за профессионализм и добросовестный подход к своим обязанностям. Уверен, что вы сохраните набранный темп работы, качество работы, будете использовать все предоставленные вам полномочия для защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства. Благодарю вас за внимание и желаю успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ